привет всем добрым людям с вами елена и максим и максим и максим на своем канале мой сад воплощение мечты реалити-шоу металл саду продолжается у нас новинка по моему заказу вы знаете что я любительница горшечных растений по моему заказу максим сделал мне несколько кронштейнов давай мы его знаешь куда я в прыжке могла повесить и повысим повыше мы все их уже сегодня повесили на стены закрепили и провели испытание и сейчас я буду вам показывать вы только не спрашивайте чем мы их испытывать я расскажу я же ничего не скрываю все как есть ну что ж эти кронштейны появятся совместной закупки это наша новинка мы еще ни разу их не показывали и хотим предложить вам первый вариант самый простой минимализм такой скажем вот такой кронштейн вынос у него 40 сантиметров вот это вот основная основной держатель лента и два отверстия для крепления второй вариант все тоже самое абсолютно такой же тоже 40 сантиметров даже загогулинка крючочек но добавлена птичка большой горшок достаточно широкий крупным растением раскидистым большой куст прекрасно или композиция из нескольких растений прекрасно будет висеть на этом кронштейне еще один вариант это номер три достаточно затейливый скажем так кронштейн здесь вынос чуть поменьше 35 сантиметров тоже в общем то достаточно большое растение в большом горшке можно на него повесить и номер четыре совсем затейливый из двух загогулинок завиточков скрепленных собой между собой сваренной проволокой как бы связанные и здесь можно небольшой горшок повесить вот сюда и большой можно повесить но испытания покажут сейчас мы будем их испытывать поскольку сейчас зима январь и каких-то растений в горшках в кашпо да в подвесных у меня нет под рукой чтобы вам продемонстрировать мы решили провести испытания с запасом большего веса чем обычно горшок с растением кашпо с растением вешается на кронштейн это 15 литровое эмалированное большое ведро она сама по себе тяжелое более того она наполнена ничем нибудь а простите пометом это голубиный помет запасы я подкармливаю червей основной запас у меня заморожен но это для подкормки червей зимой да и вот уже где-то в феврале понадобится мне для подкормок горшечных растений которые будут выходить из зимовки мне его не поднять в такую вот на высоту да чтобы закинуть на крючок кронштейна поэтому попросила сделать это максима и мы сейчас проведем испытание всех четырех кронштейнов поехали момент истины оба висит красота что ветер он раскачать может но он не сломается при этом нет но он так чуть-чуть это как ты изгибается пружинит пружина пружинит ну ладно я кронштейнами довольна ну по крайней мере вот тот вариант да зимний вполне меня устраивает посмотрим как все это будет вместе с горшками но я думаю что тот кто наделен воображением может себе представить что с горшками это будет неплохо а давай расскажем какую мы вообще проблему решаем с этими кронштейнами да есть чудесные кронштейны которые продаются и в моем саду есть такой чудесный кронштейн но проблема с этими кронштейнами в том что они масенькие масенькие очень маленький горшочек с небольшим растением можно повесить на такой кронштейн чтобы это нормально смотрелось а когда горшок большой а горшки в общем то ну например даже для той же фуксии да 6 литров должен быть горшок чтобы куст нормально развивался в течение сезона и прекрасно цвел ну тут конечно зависит и от сорта и от возраста растения не меньше ну и расстояние от стены оно должно быть хотя бы сантиметров 30-40 потому что те кронштейны которые в изобилии продаются они маленькие там и горшок там 20 максимум и большой горшок там наискосок висеть будет не не будет нехорошо ну в общем да такая вот проблема ну и конечно же хочется поддерживать стиль чтобы все это было в едином стиле у нас и раз уж мы это делаем мы это делаем и кронштейны сделали действительно большие с большим выносом для того чтобы можно было повесить реально большой горшок с большим кустом либо с композицией очень часто подвесные композиции делаются где сажается не одно растение в горшок а несколько вот в это кашпо и им нужно место им нужно питание и это вес вес и размер чтобы это все не билось об стену чтобы ветки чтобы растение не было однобоким конечно кронштейн должен быть с нормальным выносом 35-40 сантиметров и именно такие мы и понаделали ура вот и и если вы их закажете мы сделаем их столько сколько потребуется отлично участвуйте в нашем совместном заказе зимнем зима идет мы готовимся к следующему сезону и пусть он будет прекраснее чем предыдущий чтоб с каждым годом ваши сады становились все красивее и красивее выращивайте цветы и будьте счастливы пока, пока сейчас повешу я кашпо на огромный на крючок чтоб оно вот это надо будет вырезать я имитирую ветер я имитирую ветер